Один из самых частых вопросов, которые мне пишут ВКонтакте, почему мои видеоролики не попадают в рекомендации, почему они не получают показы, в чем проблема моего контента. Авторы каналов снимают видеоролики, много видео, просмотры или около нулевые, или если уже какой-то трафик был, то он остается на прежнем уровне. Никакого развития канала нет, показы не увеличиваются, в рекомендации ролики не зацепляются, автор работает, работает, результат все тот же самый. Пишут, Дэн, что происходит? Как получить трафик из рекомендаций? Как получить показы? Почему у меня этого не происходит? Начинаешь смотреть каналы и задаваться вопросами. В принципе, многие этого не понимают почему-то, я не знаю. Наверное, думают, что на YouTube можно просто взять что-то снять и оно выстрелит. Такие истории бывают, они единичны, это исключение, это неправило. Поэтому рассчитывать на такое, на мой взгляд, ну как-то системная ошибка. Это ошибка выжившего. Как знаете, был знаменитый эксперимент, когда проанализировали во время Первой мировой войны, самолеты, вернувшиеся с боевых заданий, проанализировали, в каких частях корпуса у них было повреждение. Для того, чтобы увеличить прочность, на эти части добавили бронирование. Но это не дало никакого результата, потому что самолеты, которые не вернулись с боевых заданий, они имели повреждения в других частях, двигатель там и так далее, и поэтому они не вернулись. А следовательно, там пробоин-то не было у тех, у которых вернулись. И мы получаем систематическое заблуждение. Думая, ага, вот здесь чаще повреждения приходится, значит, нам надо эту сторону усилить, все будет нормально. На самом деле, просто не долетели те, у которых были повреждения в других местах. Вот эта грубая аналогия, применимая к Ютьюбу. Если вы видите чей-то пример, и кто-то вам что-то рассказывает, а тем более показывает, а тем более часто это делается с целью вам что-то продать, или сделать шоу, или показать легкую, красивую жизнь, потому что этот тренд, это востребовано, то вы начинаете в это верить и думаете, о, ну у меня же должно быть так, а когда на практике получается не так, вы думаете, что это ваша проблема, вы делаете что-то неправильно, и следовательно, или Ютьюб не работает, или мне какую-то фигню кто-то где-то сказал, ну вот где, переходим к сути. Первое, что нужно сделать, чтобы понимать, в какую сторону вы вообще движетесь. У вас есть серийные направления контента, у вас есть конкурентный трендовый анализ по вашему каналу, вы понимаете, что надо снимать? Какие видеоролики и почему именно сейчас набирают просмотры, в том числе на каналах конкурентов? У вас есть ответы на эти вопросы? Я почему-то подозреваю, что в большинстве случаев ответов на эти вопросы у вас нет, потому что если бы они были, то со временем вы бы пришли к результатам, и сейчас бы не задавались вопросом, почему в данный момент у меня видеоролики не набирают просмотры. В большинстве случаев авторы, которые пишут такое, они не имеют системы в своей работе. Их работа представляет собой броуновское движение, хаотичное движение. Сниму вот это, вот это, даже часто не в рамках одной тематики. Я уж не говорю про то, чтобы понимать, почему зрители будут смотреть, или наоборот не будут смотреть тот или иной контент. Зачастую до этого даже просто элементарно не доходит. Нет графика публикаций, нет серийности. Например, на моем канале два серийных направления, вот такое-то и такое-то. Я их избрал на основании конкурентного анализа, потому что ролики по таким-то темам набирают хорошие просмотры, больше, чем средние просмотры за последние полгода на таких-то каналах конкурентов. Плюс я проанализировал тренды. Этот тренд находится на высоком уровне, он растет, соответственно, конкуренция умеренная. Плюс по данным видайкью данные ключевые поисковые запросы имеют достаточно большой объем, например, там 100-200 тысяч, и средний уровень конкуренции. Соответственно, мне с моим начинающим каналом такие запросы с достаточно большим объемом и средним уровнем конкуренции подходят. Тема достаточно обширная, в рамках нее я могу снимать видеоролики каждую неделю, и технически я тоже могу это исполнять. Есть подтвержденная, обоснованная на данных конкурентов, на данных трендов, на данных видайкью потребность аудитории в том, чтобы такой контент смотрели. Плюс я посмотрел пункт исследования в YouTube Analytics и понимаю, что на английском языке в данной тематике данные ключевые поисковые запросы помечаются маркером упущенные, следовательно, контента по ним есть недостаток, соответственно, я вижу некую корреляцию трендов. Я снимаю в рамках данного серийного направления ролики раз в неделю, и в рамках другого ролики еще раз в неделю. Плюс я делаю публикацию на вкладке «Сообщество» три раза в неделю. Один раз провожу опрос, чтобы определиться там с темой видео, и два раза, например, один раз делаю анонс, второй раз там какой-нибудь бэкстейдж показываю. Плюс записываю сюжеты с мобильного телефона для того, чтобы поддерживать активность моей аудитории. То есть у вас есть некая стратегия, некое обоснование. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Плюс, например, я оптимизирую видеоролики под похожие. Как это сделать? Есть по ссылочке в описании в бесплатной школе YouTube. Вы можете пройти обучение, узнать много полезного, без скрытых платежей, полностью бесплатная школа. И, кроме того, вы понимаете, например, как сделать более высокий CTR в ваших видео, понимаете, что такое CTR, понимаете, как его анализировать, что такое CTR именно в рекомендованных видео, и добивайтесь значений 5-плюс процентов хотя бы, и показы получаете. Вот в таких рамках вы работаете, да. И через несколько месяцев вы будете получать трафик, в том числе из рекомендованных видео. Это будет работать с учетом емкости ниши, с учетом конкурентности вашей ниши. Вы будете развиваться и получать трафик. И обычно про такие каналы на начальных этапах говорят и пишут, и пишут им в комментариях, что, блин, такой крутой контент, так странно, что у тебя мало подписчиков. Со временем эти каналы вырастают. Наступает какой-то критический переломный момент, в том числе связанный с объемом, с количеством контента. Когда так раз выстреливает, и канал уже там смотришь за 100 тысяч переваливает, за 200 и так далее. Этот момент наступает. И, соответственно, очень важно понимать вот эту схему, вот эту стратегию. И если вы задаетесь вопросом, а почему на моем канале нет показов, нет просмотров, нет органического трафика, поймите, а что вы делаете для того, чтобы он был? Зайдите в аналитику, посмотрите на источники трафика, посмотрите на удержание аудитории, на CTR. В той же аналитике есть каналы и другие, которые смотрят ваши зрители. Это уже базовый анализ конкурентов. Сам YouTube вам говорит, посмотри на конкурентов, посмотри, кого смотрят твои зрители, расширьте этот анализ, проведите трендовый анализ, воспользуйтесь видайкью, воспользуйтесь там другим софтом для того, чтобы собрать информацию о том, какие темы, какие серийные направления контента работают на каналах конкурентов. Выявите закономерности, посмотрите, что они делают лучше, что они делают хуже, что вы можете изменить для того, чтобы ваши ролики имели конкурентное преимущество перед другими. И создавайте контент, не бойтесь экспериментировать, но эксперименты должны быть обоснованными, а не в стиле «О, сегодня я сниму про котика, потому что котиков смотрят, несмотря на то, что у меня автомобильный канал». Логика, последовательность, обоснованность, непротиворечивость и осознанность в работе. Вот что помогает исправить эту ситуацию. Как бы банально не звучало, но вот на конкретно приведенном примере я надеюсь, что дам вам ответ на то, как это работает. А все, кто там дают вам гарантии, секретные методики обхода алгоритмов YouTube, способы продвижения и так далее, они хотят продать вам что-то. И зачастую, ну не вам конкретно, но многим людям они это продают, впаривают. Маркетинг – великая сила. И все, главное продать, дальше трава не расти, дальше можно этому же человеку объяснить, почему он дурак. Естественно, ничего не вернуть. Да, это распространено, к сожалению. Но вы можете разобраться и сами, в этом нет какого-то суперсекретного секрета. Это вещи, которые на поверхности просто нужно задаваться правильными вопросами, находить на них ответы и принимать решения в соответствии с этим. Все, ничего такого сверхъестественного здесь нет. Спасибо, что досмотрели. В следующий раз мы поговорим о том, как избавиться от иллюзий и заблуждений, связанных с вашим YouTube-каналом, для того, чтобы получать нормальный результат, а не вот это вот все, как там в меме. Спасибо, с вами Коно Дэн, говорим про YouTube. Расскажите в комментариях о том, есть ли органический трафик на вашем канале, и если да, то как вы его получили, когда к этому пришли. Все будем очень признательны. Спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok